МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сфере Александр Лукашенко всегда держит в фокусе. Но именно экономика – ключевой вопрос. С нее все начинается. С показателей отдельного домохозяйства, затем предприятия региона. Именно экономика – база для развития страны. Не просто восстановить ВВП, а перейти к росту – это глобальная задача на этот год. Приоритеты для промышленников, аграриев, банкиров, строителей, правительства и региональных властей Александр Лукашенко расставил детально. Указал и на проблемы. Своими рестрикциями против Беларуси Запад преследовал четкий план – заморозить экономику, вызвать обнищание людей и довести до взрыва в обществе. Реализовать сценарий не удалось, однако успокаиваться не время. В 23-м нужно работать в условиях экономической мобилизации. Анна Пыш. Быстрее, эффективнее, точнее. Экономика должна быть экономной или красиво жить не запретишь – вот в чем вопрос. Пандемийный кризис может показаться цветочками. Ягодками же стал 2022-й. Так на Беларусь не довели никогда. В кулуарах Дома правительства министр экономики скажет – сработали, может, и не так хорошо, как могли бы, но и не так уж плохо, как пророчили другие. Эксперты после принятия санкций оценивали, что падение экономики Республики Беларусь будет как минимум на 20%. По итогам года мы имели 4,7%. Это говорит о том, что правительство и местные органы власти приняли максимально усилий для того, чтобы снивелировать влияние внешнего давления. 25% экономики напрямую подвержены ограничениям. А косвенно, если рассматривать, практически все отрасли находятся под санкционным давлением. Любая цифра – всегда вопрос интерпретации. Стакан ведь может быть наполовину пуст, а может и наполовину пол. В первом квартале экономика потихоньку восстанавливается, а с ней и настроение правительства. Посмотрим, не изменится ли оно после совещания. Нет, президент, конечно, всё понимает. Ведь экономика работает во многом не благодаря, а вопреки санкциям. Совершенно понятно, это не просто желание парализовать белорусскую экономику. Это планомерная попытка лишить обычных людей средств к существованию. Как итог – вызвать социальный взрыв, который поставил бы вопрос о том, останется ли политической карте мира такое государство, как наше. Как и прежде, со всей ответственностью заявляю, останется и будет только крепче. Ни экономически, ни политически никому не удастся нас сломить, как и не удавалось до сих пор. Всё жиждется на экономике. Всякая безопасность, борьба с беспилотниками, бандитами, террористами – всё в экономике. Будет экономика – всё остальное мы решим. С марта прошлого года работу экономики настраивали буквально в ручном режиме. Получили колоссальный опыт. И в целом, скажет президент, экзамен выдержали. Но говорить только о хорошем – не в стиле Александра Лукашенко. Он настроен разобрать критические моменты. Тем более, что полгода назад на таком же совещании к ним подступались. Уже тогда стало ясно. Экономике не хватает инвестиций. Но новых предприятий по пальцам пересчитать. И, возможно, хватит даже одной руки. Через два с половиной года предстоит отчитываться перед народом за выполнение пятилетней программы. Если её сорвать, ни одному простому труженику не нужны будут оправдания о непростых временах и драконовских санкциях. Как я часто говорю, ну, не война же идёт на территории Беларуси. Поэтому для правительства увеличение количества рабочих мест, доходов, населения должно стать ключевым маркером при реализации целей, поставленных на этот год. Если разложить антисанкционную экономику на пальцах, у неё две задачи. Чтобы хорошо жили предприятия и люди. И здесь давайте без лукавства. Зарплаты белорусов выросли, а реальные располагаемые доходы нет. Вот такая математика. Конечно, особое внимание в борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошёл минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными. Но допивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Её должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты. Самые жестокие. Без предела мы допустить просто не можем. Цены должны быть справедливыми. При этом не менее важное условие – полноценный ассортимент на прилавках магазинов. Каждую минуту помните, все социальные обязательства по повышению уровня жизни населения Беларуси должны быть выполнены безоговорочно. Это социальный контракт власти с народом. Строительство, промышленность, развитие, инфраструктуры – всё это драйверы экономики. И в хорошие времена они стимулировали бы её изнутри. Сейчас же страна живёт в основном за счёт экспорта. Правительство довольно уже тем, что удалось возместить 80% потерь на рынках теперь уже недружественных стран. А теперь представьте, что вам задолжали 100 рублей, а отдали только 80. Как говорится, и на том спасибо, но рассчитывали ведь на все 100. Так что ситуация не драматична, но всё, что не добрали в прошлом году, мы должны дополнить в этом. Ну вы видите, что мы солидно завязались. Россия, Китай, с Ираном договоримся, с Индией министр иностранных делал-то его зону ответственности, активно ведёт работу. А тут ещё и Эмираты, а тут ещё и в Африке хорошие идут тенденции. Поэтому даже на перспективу есть над чем работать. Да и Европа рядом. И никто от этого не откажется. Вот я получил последнюю информацию по бешенству поляков на границе. Там поднялись все и на востоке, и на западе. Та же Германия категорически не приемлет действия поляков на границе с Белоруссией. Они застопорили всё. И самое интересное, что меньше всего-то от этого страдаем мы. А больше всего страдают на востоке Китай, особенно Казахстан. Даже турки там, Арабские Эмираты. Все восстали против этого. И западная часть Европы. Потому что ладно Беларусь, но через Беларусь идёт транзит. Больше некуда. Украина воюет. Ехать через Африку далеко. Через Северную Европу ещё дальше. Поэтому никуда не денешься. Огромные убытки особенно немцы несут. Я думаю, что как бы американцы не пытались уничтожить Европу, в том числе и этим гадким методом, всё равно Европе придётся особенно полякам здесь отступить. Бизнесмены и политики дела ведут по-разному. А потому Минск не должен отворачиваться от партнёров, даже если здесь с западной пропиской. Да и в целом дипломаты, по мнению президента, должны работать на имидж страны как надёжного партнёра. Помните, как в песне? «С голубого ручейка начинается река». И с тем же Китаем ведь когда-то с чего-то начинали. А сейчас один только визит может принести 3,5 миллиарда долларов. Наметился серьёзный перелом. И если мы успеем, если мы спать не будем, нам Россия и Китай предостаточно. Остальное на вырост. Президент ставит задачу минимизировать зависимость от западных технологий и комплектующих в течение 2-3 лет. И речь не просто о копировании товаров. И даже если всё лучшее придумано до нас, есть ведь вещи на порядок выше. Сложившаяся ситуация преподнесла нам мощный урок того, как нивелировать санкционное давление. Все наши лучшие белорусские умы, учёные, конструкторы должны трудиться уже не просто на импортозамещение, а на импортонезависимость страны. На это, к примеру, работает сельское хозяйство. За рубеж продали больше и дороже, чем когда-либо. Но президент уверен, пришло время выводить аграрный сектор на новый уровень. Ведь это уму непостижимо, как в аграрно продвинутой стране продолжает гибнуть скот. Из совещания в совещание президент об этом говорит. Так что, если мобилизация, то экономическая. И Александр Лукашенко не связывает по рукам и ногам. Наоборот, он ждёт нестандартных решений. Надо администрации президента проработать и до 1 мая внести предложение по раскрепощению регионов и предприятий. Пусть губернаторы, максимум губернаторы принимают все решения. Не надо отошлить их наверх на президента. Грань тонкая. Рисковать, но осознавать ответственность. Да, времена тяжёлые, но они могут так и не стать легче. А значит, просто переждать не получится. Каждый наш шаг сегодня должен быть выверен и просчитан. Все должны видеть перспективу и действовать стратегически. Тогда наступивший 2023 год станет ещё одним шагом нашего развития. Что-то упустим сейчас, потом будет трудно наверстать. Невозможно. И вот тут, конечно, важно разобраться, с каким багажом страна вошла в 2023 год. Все данные на руках у главы Белстата. Цифры беспристрастны. Да и она. Тоже. Из-за санкционного давления правительству в 2022 году не удалось обеспечить выполнение ни одного показателя прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь. Однако, благодаря принятым мерам наметилась устойчивая тенденция к улучшению макроэкономических показателей. Если я не ошибаюсь, главный вывод в том, положительный вывод, что с середины, может, третьего квартала прошлого года мы потихоньку, ну, очухались и начинаем приходить в себя. Так точно. Это касается промышленности, да. В основном. Что касается сказанного, должен сказать, что, ну, снижение ВВП на 4%, примерно 4%, я уже, Клай Геннадьевичу, говорил, это много. Если бы это было процент, 1,2, ну, и политически, со всех сторон это было более-менее. Вы остановились в третьем конце третьего квартала, в четвертом вы с Национальным банком остановились. Ну, ладно, неплохо финансовое положение, ладно, пусть будет 4. 4, Николай Геннадьевич, это много. Надо в этом году это все восстанавливать и превосходить. И вот тут опять же, что с чем сравнивать? ВВП всего Евросоюза за прошлый год вырос на 1,8%. И если белорусская экономика в конце года стала оживать, то их, наоборот, остановилось. Другой вопрос, от чего отталкиваться будем мы? В марте, по нашим расчетам, мы выйдем на темпы выше 100%. Квартал к кварталу. Месяц к месяцу, март к марту. Ну, вот об этом же и речь. Это только март к марту. К той низкой базе, которая была в марте. Так и... Начинает снижаться база. Ну, ну, да, снижаться. Задача вами, товарищ президент, поставлена. Это 3,8%. Поэтому... Роман, 3,8% это даже ниже или уровень прошлого года. Это никакой не рост. Так же? То есть мы достигнем только того, что потеряли в 20-м году. Не достигнем. Еще чуть-чуть не хватит. Да, ну, вот еще даже не хватит. Поэтому чем мы с тобой тут гордиться можем? Нам надо добавлять, да и еще как добавлять. Надо вводить соцобязательства. Вот то, что мы 3,8% наметили, план. А сейчас надо соцобязательства на 2% добавлять, чтобы превзойти прошлый год. То есть речь идет не о росте, а в 23-м году речь идет о восстановлении уровня 22-го года. Премьер готов отражать любую атаку статистиков и контролеров, но признает, есть узкие места в расчетах и логистике. Над ними работают и уж, конечно, не публично. Если в целом резервы найдены, а остальное – дело техники. Несмотря на все внешние условия, страна развивается, создаются и модернизируются производства. Мы в целом согласны с критикой, что часть из этих проектов имеет пока небольшой масштаб и не создаст рывка в социально-экономическом развитии регионов. Для этого нужны крупные проекты масштаба БНБК или модернизации НПЗ. Такие проекты у нас были в работе, и часть из них была фактически готова, уже сложена. Это и Гродноазот, и Славкалий, и Полемир, и другие, но по независим от нас причинам они приостановлены. Поэтому ищем другие. Это и в автомобилестроении, и в электронном машиностроении, и в микроэлектронике. И они обязательно будут найдены. Правительство знает, что делать и откровенно обижается, когда общую работу нивелируют отдельные факты. Доклад председателя комитета госконтроля им не просто дался. Но такая уж у него работа – критиковать. Хоть президент и намекнет, мол, критикуя – предлагай. К слову, ответить на критику сможет каждый вице-премьер. Откровенно, у многих претензии к банкам. Мол, хотелось бы кредитов. Надольше, а ставка меньше. Так, знаешь, по-еврейски не более 10% или, как он сказал, будет это… Да, кредиты. Павел Владимирович. Это по новым кредитам юридически, по новым кредитам национального новая старая. Вот нам надо 8, ну, 8,5. Уж он тебе 1,5-2%. Вот это будет обязательство. Это как раз укладывается в то, что ты сказал. Не более 10. Александр Георгиевич, это укладывается. Проблемы отраслей будут обсуждать не один час. Ведь промышленность и спорт, к примеру, объединяет разве что необходимость бежать быстрее. Но ко всем, и не только собравшимся в этом зале, у президента есть общее пожелание. Надо экономить деньги. Понимаете, вот я не первый год работаю, и у меня уже в этом плане интуиция и чутье звериное. Да, как вот тут санкции прокричали, и все это объективно, все сложно. А сейчас успокоились. Все хорошо. Нехорошо. Самое страшное, это вот успокоились. Успокоились там, где-то война, в мочулишах прокололись. А потом начинаем героически искать, ловить, вылавливать. А сколько это стоит? Поэтому нельзя успокаиваться. Я вас просил, вы мне дайте экономику. Правительство, губернаторы, председатели, вся вертикаль власти, дайте экономику. Все остальное я вас привлекать не буду. Все остальные вопросы мы решим. Но если не будет экономики, никакие квадрокоптеры и дроны нам не нужны. Залетные. Мы сами не справимся с ситуацией. Поэтому мобилизовывайтесь все и начинайте, вернее, продолжайте то, что мы делали в середине или в начале там прошлого года, когда нас оглушили этими санкциями. Когда мы начали выкарабкиваться из этого. Вы помните, что мне стоило вас в правительстве сдерживать. Снапков пробежал с кучей там выработанных в правительстве предложений. Этим деньги, этим льготы. Это все забыл? Я говорю, успокойся. Работаем в нормальном режиме. Не было бы счастья, несчастья помогло. Каждый должен на своем месте, ну, грубо говоря, выкрутиться в этой ситуации. Выходит, все-таки экономика должна быть экономной. По крайней мере, это позволит направить заработанное туда, где это больше нужно. А недоработанное будет не так ощутимо. Не будем пеплом голову посыпать. Не будем друг на друга тут что-то... Мы люди взрослые, понимаем, что надо делать. Поэтому имейте в виду, что прошлый год, если его оценивать, ну, с учетом тех сложностей и трудностей, слава богу, прошли. Я не буду говорить, хорошо мы сработали, плохо сработали. Прошли. Терпимо. Для людей терпимо и так далее. Как я по-народному говорю, мы очухались, голову в руки взяли, понимаем, каким путем идти, видим, что надо делать. Поэтому этот год, я вас просто всех предупреждаю, членов правительства, за экономику. Не надо дроны искать, там ловить, есть кому. Это делать будут другие. Даже не нагружаю вас по плане безопасности, обороны, то, что правительство должно делать. Вы видите, что мы вас тут лелеем, бережем по-всякому. Но вы должны экономику сделать. Президент назовет разговор профессиональным и попросит напрячься. Но в этом напряжении не боязнь строгого начальника, не страх перед экзаменом или сдачей отчета. А напряжение мозгов и желание сделать свою работу завтра лучше, чем вчера. А там, глядишь, и ВВП подтянется. Анна Пыш, Сергей Янковский и Игорь Ховичиня. Наши новости ОНТ. 12-13 марта глава государства совершит официальный визит в Иран. В Тегеране Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом этой страны Эбрахимом Рейси. Ранее во время встречи на саммите ШОС в Самарканде лидеры поручили внешнеполитическим ведомствам усилить отношения и провести их ревизию. Главная тема предстоящих переговоров – это развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Встреча президента пройдет в узком и расширенном составах с участием делегаций. Обсудят реализацию проектов в промышленности, сельском хозяйстве, логистике. Отдельное внимание ситуации в регионе и в мире в целом. По итогам подпишут документы по развитию отношений. Во время официального визита в Иран Александр Лукашенко проведет встречи с первым вице-президентом, председателем собрания Исламского совета, также верховным лидером Ирана Али Хамени. Важным итогом станет подписание комплексной дорожной карты сотрудничества между Белоруссией и Ираном. И сегодня Иран и Саудовская Аравия объявили о возобновлении дипотношений. Это итог переговоров, которые продолжались несколько дней в Пекине. Как отметили в Китае, это позитивная новость для нынешнего неспокойного мира. Внимание Китаю приковано и по другому поводу. Си Диньпин стал главой КНР в третий раз подряд. Впервые в истории. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей вновь переизбрали его на пятилетний срок. Решение принято единогласно. Также Си Диньпин сохранил пост председателя Центрального военного совета КНР. В голосовании приняли участие почти 4-3 тысячи человек. Переизбрание стало возможным после внесения поправок в Конституцию КНР в 2018 году. Теперь одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз. Си Диньпину 69. Он стал генсекретарем ЦК Компартии Китая в 2012. Председателем КНР избран в следующем году. У Минска и Пекина давние тесные связи. Укрепление отношений стороны подтвердили во время недавнего визита Александра Лукашенко в Китай. У взаимодействия особый статус. Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. Именно благодаря поддержке на высшем уровне взаимоотношения двух стран развиваются динамично. Товарооборот приблизился к 6 миллиардам долларов. Реализуются многие совместные проекты. Индустриальный парк «Великий камень». Национальная биотехнологическая корпорация. Производство автомобилей «Джили». Беларусь – активный участник китайской инициативы «Один пояс – один путь». Вместе Минск и Пекин готовы дать отпор санкциям. Несмотря на некоторые ограничения в торговле, находят выходы из ситуации, в том числе в логистике. Альтернатива морским путям – железнодорожные перевозки. В прошлом году объемы поставок увеличились в пять раз. Президент от лица белорусского народа и себя лично поздравил Си Диньпина с единогласным избранием на должность председателя КНР. Сегодняшнее историческое событие – еще одно яркое подтверждение абсолютного доверия китайского народа и ваших колоссальных заслуг во всестороннем развитии Китая в новую эпоху и повышение его роли на международной арене, говорится в поздравлении. Президент выразил убеждение, что под эффективным руководством Си Диньпина в русле решений 20-го съезда Компартии Китая страна достигнет второй цели столетия – великого возрождения китайской нации и построения модернизированного социалистического государства. Также Александр Лукашенко поблагодарил лидера КНР за внимание, которое уделяется для укрепления всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Беларусью. Минск, в свою очередь, готов прилагать максимум усилий для развития всего комплекса отношений с Пекином. Также Александр Лукашенко пригласил Си Диньпина посетить Беларусь, чтобы снова ощутить теплое гостеприимство и радушие нашего народа. Пошаговый процесс вступления Беларуси в шанхайскую организацию сотрудничества продвигается успешно, заявил генсекретарь объединения. Сегодня он ознакомился с работой индустриального парка «Великий камень». Уже более 12 лет Беларусь – партнер по диалогу в интеграционном объединении. С 2015 года – наблюдатель. Предстоящее членство нашей страны придаст значительный импульс экономике и военному сотрудничеству. В последние годы ШОС играет огромную роль в международных отношениях. По мнению генсека, присоединение Беларуси только укрепит коллективный восток. Также позитивно скажется на развитие интеграционной площадки в частности и в целом сохранение многополярного мира. Я завершил визит в Иран и прибыл в Беларусь. Обе страны уже долгие годы функционируют как наблюдатели в нашей организации. В свое время они подали заявление на получение полноправного членства в ШОС. Эти заявки получили активные отклики со стороны глав государств, членов организации. В 2022 году в Самарканде было принято решение о начале процедуры присоединения Беларуси. На данный момент страна, а также все государства-члены и секретариат ШОС делают все от них зависяще и тесно сотрудничают для продвижения данного процесса. В частности, это касается юридического оформления некоторых процедур и внутри организации, и в этих государствах. В целом, все проходит успешно. А накануне Джан Мин встретился с Александром Лукашенко, где подробно обсудил подготовку нашей страны для вступления в ШОС. Минск намерен выполнить все процедуры к июньскому саммиту в Дели. Новые подробности теракта в Мочулищах, которые не удался, установлены все пособники агента СБУ Николая Швеца и причастные к атаке. Совершить нападение гражданин Украины должен был до 21 февраля, поскольку в СБУ считали, что после этого времени самолет должен был покинуть Беларусь. Но реализовать попытку удалось только 26-го. Перед этим Швец забрал из тайника взрывчатку и дроны. Я отправил координаты, фотографии, примерно где-то находится описание, текстовое описание. Я заказал такси и поехал в ближайшие от той точки поселка. Оттуда я дошел пешком, несколько километров. Нашел этот схрон, погрузил в рюкзак и поехал назад в квартиру. Положил там себя в квартире и ждал, пока мне позвонят с инструкциями, что я с этим делаю. В день атаки преступник приехал к месту на машине. Через лес подошел пешком максимально близко и посадил два дрона на фюзеляж самолета. Около 10 утра произошли два взрыва. Швец успел загрузить в интернет видеопролета. Подозреваемого установили в тот же день. Подозреваемый в совершении цивилизмического акта был нами установлен в тот же день, 26 февраля. И совместно с оргами внутренних дел мы организовали комплекс неотложных оперативно-восклифтных мероприятий. По результатам которого нами было установлено, что гражданин Швец причастный к попытке совершения цивилизмического акта на аэродроме Мочулище был 26 февраля эвакуирован в город Столин. Из Столина Швец должен был попасть на Украину. Нелегально, через границу, но та оказалась закрытой. Спецслужбы знали возможные пути отхода диверсанта. Из Киева попытались сместить акценты и прикрыть своего агента. В дело вступили беглые из Белоруссии, которые взяли на себя ответственность за нападение. Анализ ситуации и перемещений задержанного говорит о том, что к атаке могут быть причастны и спецслужбы Польши. Об этом свидетельствует тот факт, что в ней были задействованы несколько человек из числа так называемых беглых, которые находятся в настоящее время на территории Польши. Эти люди причастны к каналам организации доставки на территорию Республики Беларусь, средств поражения, дронов, обеспечению входа террориста на территорию Республики Беларусь и подготовке и реализации маршрутов эвакуации. Из Столина Швеция переправили в пригород Минска, где он должен был залечь на дно. Не вышло. Расследование резонансного дела продолжается. Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств. Установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения. Изучена тактика применения взрывчатых веществ. Механизмы коммуникации и управления агентурой. Скрыты и ликвидированы каналы эвакуации агентов. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о задействовании в подготовке акта терроризма агентуры спецслужб Республики Польша. Из числа так называемых беглых белорусов, переверженцев насильственного свержения конституционного строя, активных участников событий августа 2020 года. Операция по поиску и задержанию преступников происходила под непосредственным контролем главы государства, которым незамедлительно были даны поручения о перекрытии государственной границы и принятии других исчерпывающих мер. Все задержанные, а их около 20 человек, кто помогал, прятал, обеспечивал связь, дают показания и сотрудничают со следствием. Попытки беглых выдать диверсию в Мочулищах за собственную операцию провалились. Все их действия, направленные на подрыв Беларуси из-за рубежа, не более чем способ показать свою значимость, которой на самом деле нет. Об истинных целях диверсии и роли в ней беглых говорили накануне в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Иногда мы смотрим, кто-то смотрит их или смотрел, и они делают такие умные лица, что они на что-то влияют, чем-то управляют, что-то знают. Но неужели кто-то может в это поверить? Это люди, которые сбежали с Беларуси. Кто они в чужой стране? Что им? Доверили бы что-то решать? Их допустили бы до государственных секретов и работы спецслужб? Это пешки, инструмент. Их могут только использовать. Но им надо показать значимость. На фоне украинских событий их значимость упала еще больше. Поэтому они любое событие будут приписывать себе. Но мы должны прекрасно понимать, без поддержки западных спецслужб, без организации работы западных спецслужб, без их финансирования, ни на что они не были бы способны. В этом правда. На самом деле, если бы их не поддерживали, они бы спились давно и с голода умерли. Люди не понимают, вот ты приехал в Варшаву, кто тебе просто так что-то даст. Так не бывает. Это все впереди. Это все впереди. Это впереди. Их все равно выкинут и забудут. Затаились и ждали своего часа Икс. В Беларуси продолжают выявлять участников деструктивных сообществ. Работа по поручению президента идет по всей стране. Задержанные участники беспорядков 20-го. И сейчас ведут подрывную деятельность. Рейды прошли по местам проживания. В квартирах при обысках обнаружили соответствующую символику. А в отдельных случаях оружие и боеприпасы. А также пиротехнику, которую можно использовать во время беспорядков. В сотовых телефонах задержанных множество фото и видео с подтверждением их деятельности. Основной целью является обнаружение скрытых ячейок экстремистов и пособников. В том числе тех, кто намерен осуществить содействие любой преступной деятельности против Беларуси. Если за два с лишним года кто-то не отказался от умысла на дестабилизацию обстановки внутри страны. И ждет такой команды из-за рубежа. Можем с уверенностью заявить, что он рано или поздно будет привлечен к установленной законным ответственности. Только за сутки задержано более 60 человек. 21 привлечен к административной ответственности, 5 к уголовной. Предсказуемая отмена. Парламент Грузии проголосовал против принятия законопроекта об иноагентах. Заседание прошло в считанные минуты и каких-либо комментариев не было. При этом толпа вновь собралась у парламента. Обошлось без столкновений с силовиками, хотя предыдущие дни были с запредельным накалом. Общение женщин с силовиками, белой одежды и сердечки, а рядом баррикады и агрессивные провокаторы. По этому сценарию подрывали не одну страну на постсоветском пространстве. Украина, Армения и даже Беларусь в 20-м. По сей день так работает западная методичка по дестабилизации обстановки. И главное требование, что все это должно попадать в объективы камер западных журналистов. После основного протестного дня обложки европейских СМИ вышли с одной и той же фотографией. Звучали в Тбилиси лозунги украинских националистов, а также антироссийские речи. Даже после отзыва законопроекта уже выдвинули новые требования назначить досрочные парламентские выборы. Аналитики убеждены, Грузия близка к украинскому Майдану, а закон — лишь повод для прозападных политиков раскачать страну. Все действия координируются из-за рубежа. Закулисье грузинских событий, а также разбор других резонансных тем на международной арене в рубрике «Лавров за гранью». Не пропустите сразу после нашего выпуска. Что у нас и всего мира на повестке было? Грузия, Украина, ЕС и США. О, как скучны были бы эти перетекающие изо дня в день, из года в год темы, если бы их не скрашивали барышни. Всякий грузин спит и видит, как стоит на пороге США в ночнушке и босиком, с вытянутой рукой и пустым лицом. И, конечно, отдельно тут и самолет, который украинский шпион недовзорвал в наших мочурищах. То есть и шпион был, и взрыв, и самолет цел. И этой операции в Киеве радуются. За заслуги перед разведкой Киев наградил элитную тамошнюю эскортницу, известную, видимо, украинским разведчиком и шпионом, под боевым позывным «Ксюша Манекен». И после этого все ясно стало. Рост пятикратный. Иностранные туристы все чаще выбирают север Беларуси. Если в 21-м году турфирмы привезли на отдых в Витебскую область чуть больше трех тысяч человек, то в 22-м почти 16. Едут в санаторию, на фестивали и просто на выходные. Олег Шапель о том, что же привлекает в Беларуси. Как вы себя чувствуете? Шикарно. Как ваша кожа? Знаете, у меня муж перестал узнавать. Омолаживающий эффект здесь обещают уже после нескольких косметологических процедур. Для отдыхающих и минеральная вода, и чистый воздух, и четырехразовое питание. За этим сюда и приехала Наталья Кондратьева из Смоленска. Белорусский санаторий под Витебском выбрала впервые. Здесь прямо такой воздух шикарный, что я прямо омоложаюсь через этот воздух даже. А здесь вообще персонал очень такой приветливый, хороший. Вообще здесь так здорово. Я никогда не думала, что вот здесь в Беларуси такой бывает минеральный источник. Вообще шикарно. Все суперски. Кормят отлично. То, что даже я не могу даже и кашу есть, потому что мне хватает того, что есть помимо каши. Чтобы за три недели попробовать все процедуры этого санатория, надо каждый день посещать больше десяти специалистов. Выбор огромен. Этим и привлекают гостей. Даже в январе и феврале, когда не сезон, санаторий на 80% заполнен. И самое главное, обслуживающий персонал вообще просто сказка. Мы целый год потом приедем, неделю отдохнем, потом начинаем в лед сахотить. Я с 10-го года езжу сюда. С 10-го года очень довольна. Мне очень нравится здесь. Здесь хорошее лечение, хорошее отношение. Среди отдыхающих каждый третий иностранец. В основном россияне. Больше всего это направление полюбили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Санаторий выбирают из-за хорошего соотношения цена-качество, но есть и неожиданные преимущества. Здесь недорого, честно скажу. Здесь недорого и довольно-таки комфортно за эти деньги. Первый раз вообще одна приезжала сюда и такой прям релакс. Еще был плюс, что не везде работает интернет. Оказывается, это может быть плюсом. В санатории, базы отдыха, фестивале интерес у туристов разный. Одни приезжают на неделю, другую, кто-то просто провести выходные. Если в 21-м в организованных группах Витебск область посетила более 3000 туристов, в 22-м уже почти 16. И первыми повышенный спрос почувствовали гостиницы. Это показали и первые месяцы этого года. Уже сейчас россияне бронируют номера на большие выходные. Что касаемо иностранных туристов, на майские праздники у нас запланировано уже порядка 300 человек. Соответственно, цифра растет и гости иностранные к нам едут. Ну, в основном это россияне, но в этом году были у нас и китайские гости. Чтобы интерес к городу у туристов не пропадал, появляются новые точки притяжения. Картины на всю многоэтажку. В центре города по праздникам показывают кино, а можно просто прогуляться по улочкам старого города. Гости едут к нам, постоянно звонят, постоянно записываются, заказывают экскурсии. И особенно востребованы дни, ну, во-первых, праздничные, а во-вторых, востребованы дни субботы и воскресенья. Это все едут и едут туристы. С сегодняшнего дня в ратуши заработала ретро-фотостудия. Здесь можно узнать все об истории витебского фото. Как местные кулибины совершенствовали аппараты и делали 150 лет назад уникальные снимки города и его жителей. Чтобы на века остаться на фото и в памяти людей. Туристам обязательно об этом расскажут, а теперь и покажут. Олег Шапель, Олег Гуринов. Наши новости. Белорусские женщины вносят большой вклад в развитие страны и общества. В Минске прошел масштабный женский форум. В таком формате впервые. Участницы и представительницы разных сфер. В первой половине дня работали секции на базе различных учреждений города. А на пленарном заседании обсудили роль женщины в промышленном секторе, здравоохранении, культуре, обеспечении нацбезопасности. К конференции подключились и студенты 30 вузов страны. Влияние женщин, их участие, в общем-то, везде видно. И с каждым годом оно как приумножается. Мы видим, что сегодня среди руководителей женщин 51,5%. Что касается промышленности, и легкой, и тяжелой, конечно, сегодня в легкой, так безусловно, тут 78% это женщины. В тяжелой промышленности в нашем, на многих предприятиях трудятся тоже женщины, которые наряду с мужчинами выполняют те же приемы труда. Все эти встречи приводят только к одному – к усилению наших позиций. И мы всегда говорим, что мы женщины, нам есть что сказать, что у нас есть и мысли, и есть конкретные дела, которыми мы можем поделиться, поделиться своим результатом своих дел. И самое главное, что мы продвигаем любую идею во благо нашей страны. Всего форума объединил 600 участниц. Такие встречи намерены провести и в регионах. Одного поля сдали. Выставка первого белорусского сюрреалиста Георгия Скрипниченко открылась в Слудской галерее искусств. Событие экстраординарное. Под стать культурной столицей страны этого года. Только там сегодня можно посмотреть ранее почти неизвестные бумажные метаморфозы культового художника из частного собрания. Александр Матяс, авторское «Я». Вдруг как в сказке, и это о Скрипе. Его уличная фамилия в Слудске по-прежнему популярнее афишированной. Земляк, который с 60-х со времен развитого соцреализма гнул свою линию. 37 графических листов. Смешанная техника теперь уже тоже классика. Абсолютно все работы атрибутированы самим художникам. И это очень важно. Георгий Сергеевич имел такую особенность. Он очень был скрупулезным и педантичным по отношению к своим работам. Он не повторялся никогда в своих сюжетах. Для обывательского состояния человека придумать это, согласитесь, практически нереально. Сюрреализм «Это я», — говорил Далий Скрипниченко, представил неповторимое видение. И как это понимать? Кураторы советуют смотреть не шаблонно. Вдумчиво, в тишине, не тиражные коллажи из коллекции «Последней музы» генератора «Ребусов». Заметно издалека Скрипниченко не любил публичности. Редко продавал свои работы. Даже музеям относился к ним, как к живым существам. Сокровищам, которыми владел безраздельно. И многие только сейчас начинают выходить в свет. Виновник вернисажей авангардных и сегодня вырос в бараке-коммуналке со стенами-занавесками. За арт-хулиганство едва не исключили из Минского худучилища. Слава Шагала от Витебского ПЭНа. И у Скрипниченко в Слуцке был мастер судьбы. Ребята в студии обязательно знают, что самые первые наши выпускники – это ученики Владимира Степановича Садина. Такие, как Михаил Владимир Басалыга, Владимир Голубь, Георгий Скрипниченко. Конечно же, дети все разные. Как и раньше, как и сейчас. Кто-то очень любит создавать что-то свое, новое, интересное. Где-то что-то искать, и по цвету, и разными материалами работать. Художник без высокого статуса официального Скрипниченко возвысился над реализмом. Мэтр отечественного сюрреализма. Де Юре открыл выставочный сезон в культурной столице страны. Пришелец соседней улицы, как в сказке, скрипнул. Александр Матяс, Александр Автухов. Наши новости. Минская область. Завтра, 11 марта, метеоусловие в Беларуси будет определять активные циклоны, связанные с ним атмосферные фронты. Двигаясь с Польши на страны Балтии, они принесут пасмурную, сырую, ветреную погоду. На дорогах ожидается сложная обстановка. В субботу облачно, снег, мокрый снег, дождь. Временами осадки сильные. Ночью, утром на большей части гололед. На дорогах гололедится. Влажность до 100%. Ветер юго-восточный порывистый. Ночью местами, а днем по западу во многих районах сильный. Атмосферное давление будет интенсивно падать. Температура воздуха утром от минус трех по Витебской области до плюс пяти по Брестской. С учетом влажности и порывистого ветра, по ощущениям на 3 градуса холоднее. Днем столбики термометров будут колебаться на отметках от 4 тепла в северо-западных районах до плюс 6 в южных. К вечеру от минус одного по западу, но теплее будет по юго-востоку до плюс 6 градусов. В воскресенье сохранится влияние циклона, уходящего на северо-западные районы России. Облачь над днем с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки. Ночью по востоку слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер северо-западный, западный порывистый, на большей части сильный. Метель. Температура воздуха ночью 0, минус 6. Днем от минус двух по северу до плюс четырех по югу. В понедельник будет поступать холодная неустойчивая воздушная масса со Скандинавии. Кратковременный снег, мокрый снег днем с дождем. Ветер западный с переходом на южный порывистый. Ночью минус один, восемь. Днем от минус одного до шести тепла. Снег, дождь и солнце. Будет ли вторая половина марта более весенней? Захватывают новые территории. В Турции внезапное нашествие гусениц, а в Колумбии природе угрожают бегемоты. Наши метеогрядки. Сеем рассаду помидоров. Самые зрелищные природные катаклизмы. И еще много интересного в программе «Метеогид» в субботу в 20.45. У меня на этом все. Ответы на актуальные вопросы о погоде и не только вы можете найти в нашем телеграм-канале. Рябов ответит. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова